Ну вот, мы просто хотели, чтобы вы нам свою историю рассказали, да, в целом, как все, в общем-то, у вас протекало, как вы с весом боролись, как вы все дошли до жизни, да, вот, кто хотите, хотите сразу рассказать. Ну давайте я начну, я пополняла очень рано, еще в детском садике, ну вот самую первую фотографию, наверное, лет пять было, я там уже была, я не знаю, как бы, вот со слов мамы я очень любила, вот в свое время был такой чайный гриб, может быть, знаете, да? Да, 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 но в банке все держали, была противная такая слизь. Да, я сейчас тоже не могу понять, как я его пила, мама говорит, что мне он очень нравился, и вот я с тех пор, я все время помню, да, то есть мы боролись, мы даже, я помню, где-то, наверное, класса после восьмого, мы куда-то в Питер с мамой ездили в какую-то больницу, честно, я уже не помню, какую именно, и вот нам там давали рекомендации, там, это есть, это не есть, там, еще чего-то, еще чего-то, вот, в общем, ничего не помогло, ну, так вот, такие вот весы были. Ну, смотрите, сразу такой вопрос попутный, да, 18 лет сколько вы весили? 18 лет, это в 10 классе у меня была страшная любовь, я так похудела, так похудела сильно, я ходила на аэробику, это было ужасно, когда я приходила по стенке, сползала от усталости, где-то было, наверное, ну, может быть, 110, вот так вот. Это был минимальный вес, да? Ну, вот, 18 лет, да, я просто потом еще одну попытку сделала похудеть, то есть она вот так вот все периодически боролась, боролась, естественно, принимала все, что только можно, то есть я пила и гамон, пила и линдаксу, пила и риги вместе с линдаксой, и что-то там, эти турбослимы всякие, и прочее, прочее. А потом, ну, вот, мы как раз с своим мужем тогда расстались, и я поняла, что надо что-то вообще менять, я вообще перестала есть. Ну, и помогло, или как? Да, я похудела на 60 килограмм. То есть максимальный эффект снижения, скажем, вес у вас? 89 килограмм, я помню. Это вот на фоне того, что вы вообще перестали есть, кстати? Ну, как, у меня семья смеялась, что у меня трехразовое питание, ну, то есть я так ела, там, допустим, понедельник, вторник, среда. Я бросила все это за собой следить, все это вот, ну, не знаю, сладости, ну, наверное, в эту категорию отношусь людей, которые стрессы не завидают чем-то. Вот, и, в общем, я младшеньку родила, я из родома вышла, у меня было 116, по-моему, ну, где-то в этом духе. И, то есть, получается, за 6 лет, сейчас младшие 6, то есть я набрала вот 50 с лишним килограмм. Ну, то есть, ну, организм уже не хочет отдавать, видимо, ну, тогда тут стресс в минус 60, в моем исполнении мне понравился, потому что мне ногти выпадали, волосы выпадали, в общем, ну, чувствовала себя так хорошо, прям замечательно. Танцы хотела, летала прям, вообще, мы сегодня очень танцевательные, у нас, наверное, семейное. Ну, ничего, все еще впереди. Ну, я надеюсь, правда, она не хочет меня брать, она у нас восточными танцами занималась, я говорю, я пойду с тобой, она говорит, нет, мама, за что? Наверное, конкуренция будет. Ну, все впереди, короче, неизвестно, кто еще кого вбонит еще. Она еще чемпионом будет в восточных танцах. Восточные танцы, это хорошо значит, что мы живой-то красивый сделали. Ну, да. То есть, там безразрезка. Ну, а как у вас, как, наверное, в вашей истории? Ну, у меня, когда я маленькая была, бабушка с тетей меня очень любили подкармливать, вот, сладости всякие давали, когда у чай необычный, а с нетком, еще что-нибудь варенье, вот, у меня, как бы, мама тогда училась, вот, нечасто я ее видела, но бабушка с тетей меня воспитывали, вот, трех с половиной, да, и, как бы, вот, как они начали, я после этого уже начала привыкать ко всему. Поэтому, как, печеньюшка, там, чай, не просто так, а с печеньюшкой, еще с чем-нибудь, вот, так, в принципе, вот так вот получилось. А сейчас у вас сколько лет, если мы себе? 17. 17. 17, ну, понятно. Значит, у вас тоже не получалось настоятельно, да? Ну, как, я где-то год назад, может, больше, ну, наверное, в прошлой, в прошлой зиме, когда была, я вот, начала ходить на эти восточные танцы, я начала, ну, как бы, перестала хлебить, сладости, там, в принципе, получилось. 15 килограмм похудеть, вот, это было, ну, наверное, 75, наверное, это было, вот, и как-то потом это все опять набралось. А вот знаете, какой интересный вопрос, вот, ну, в принципе, вот то, что вы рассказываете, это совершенно типичная история, как по кальку, короче говоря, у всех одно и то же. А вот, допустим, какие-нибудь экзотические способы вы применяли, там, иголки в уши, лазер в лоб, как наши девушки некоторые говорят. Это я поменяла, то есть у меня-то, конечно, все было. Кодирование? Да-да-да-да, нет, это все было. Как кодирование, где я помню? А вот по методу Смилова, да, вот это, то есть тоже, я так до сих пор помню, нам эти наушники нацепили на уши, они, наверное, какие-то не испорченные достались. И это, выше, все там что-то лежат, слушают, а у меня там только шипение в ушах. Я так подозвала, мне говорят, ничего страшного, вот так, может быть, на меня и не подействует, так потрясли наушники, опять все заработал, ну, в общем, ничего, не удалось. Но был эффект такой-то хотя бы Смилова? Я бы назвала его сомнительным, скорее, то есть там все равно идет все это вот на внушение, что вы должны ополничать себя, да, то есть, особенно меня убила рекомендация, что вы должны есть побольше лука, вот это, конечно, меня убило. Причем не такого свежего, а ладно, говорят, что он не пах, вы можете его кипяточком залить. Ну, я просто так представила это. А зачем кипяточком? Я не знаю, они говорят, что это способствует, то есть, надо брать луковицу, луковицу в день сидеть, да, то есть, заливать ее кипятком, немного пропаривать, вот это вот к зочке. Еще чеснока, еще хорошо, еще. Да, ну, это так и вообще, да, да, то есть, я всю жизнь работаю с людьми. Ну, понятно. Значит, ну, у нас с вами вчера, скажем так, состоялась наша с вами, да, вот эти удовлетворительные операции, да, ну, вы знаете, как дальше жить, да, что регулировки вам потребуются, приезжать придется, да, и так далее. Даже еще раз с вами подобно беседовали. Ну, можно просто что-то вы хотите сказать, скажем, тем людям, да, которые принесли свой вклад в фонд в этот, да, потому что это же все действительно люди сами делают, и никто же никого не заставляет, да, и не принуждает. Ну, это, я до сих пор, честно говоря, я не верю, что так могло произойти, потому что я форум-то читала давно, а вот это зарегистрировалось только в ноябре месяце, и я увидела, что вот такая возможность, я даже не верила, что так получится, просто всем огромное спасибо, конечно. Ну, это для меня действительно было как чудо, я честно скажу. Я не могу сказать, что мне по жизни там постоянно во всем везет, и там еще, ну, быстрее наоборот, какие-то серые полосы, а тут просто всем огромное спасибо, если бы можно было каждому, кто там 36 человек за меня проголосовал, и 35 за Юри, каждому персонально сказать спасибо, это было бы замечательно. А так просто всем огромное спасибо от нас с Юткой. Ну, я, конечно, присоединяюсь к моим словам, это вот как подарок на 8 марта получился, очень хороший. Спасибо. Вчера жду 8 марта, да, у нас? Вчера, вчера. Ну, ладно, ну, давайте успехов вам, короче. Вам спасибо большое, спасибо большое, говорю, и вам, и вам, и всем врачам, и всем медсестрам. Тут у нас такая чудесная медсестра Верочка, вам очень понравилась, всю ночь за нами бегала. Верочка у нас звезда. Да, да, мы же ваша, такое хорошее имя прямо для работы в хирургическом отделении. Спасибо. Спасибо вам большое.